привет друзья меня зовут николай и мы сегодня посетим гурзуфскую набережную я вам покажу как туда доехать где сворачивать дороги чтобы туда проехать потом мы посетим дачу чехова потом мы еще прогуляемся по набережной и посмотрим какие там пляжи в каком они состоянии все давайте перейдем к просмотру так друзья мы едем со стороны алушты в сторону ялты мимо остановки гурзуф проезжаете и будет поворот налево на повороте налево вы увидите там стенд с ценниками на бензин от заправки и там будет заправочка сейчас мы повернем и будем проезжать вот тут видите сразу находится заправочка вот проехал эту заправочку вы будете ехать прямо в принципе по главной дороге никуда не сворачивая вы попадете на набережную но по пути здесь можно заехать в шикарнейшую смотровую площадочку и полюбоваться пейзажами сверху на море на медведь гору вот друзья спускаясь на набережную по этой дороге здесь попадется вот такая вот смотровая площадочка на которой надо остановиться обязательно и полюбоваться веке здесь открываются пейзажи на весь гурзуф отсюда его весь видно здесь даже видите уже люди под вытоптали а то там и сделали как-то не в тему вот смотрите медведь гору все видно здесь вот такие вот пейзажи обалденнейшие с этой смотровой площадки открываются здесь даже пофотографироваться можно здесь очень красиво получится вот друзья по пути будет здесь на дороге попадаться в такие шикарнейшие виды открываются на черное море на весь гурзуф и на медведь гору которая есть как бы достопримечательностью крыма вот здесь вот мы едем дальше и попадаются вот развилки на который главное не промазать можно вниз поехать но потом придется возвращаться надо вот поворачивать налево здесь проехавший здесь немного вниз будет опять поворот направо ну а вот в том году например здесь в этом месте вот именно на этом повороте стоял шлагбаум который не пускал сторону набережной и получается там надо было или по билету или если есть разрешение таким образом туда проехать а вот мы уже практически и подъехали к самой набережной самой парковочке вот друзья и попадаем вот на такую вот парковочку если мы проедем до самой набережной здесь она конечно небольшая но тем не менее есть я думаю в сезон здесь будут машины вдоль дороги даже стоять а может быть и закроют шлагбаум как было в прошлом году ну такая вот парковочка так друзья вот так вот и выглядит сейчас набережная гурзуха тут уже цветочки цветут сейчас посмотрим что у нас здесь где мы летом будем загорать мы тут видите пляж какой-то необычный то видимо завезли сюда камни их морем обмыло и получился такой красный пляж камушку красная красота необычный пляж вот а вот сама набережная вроде целая в целом состоянии все красиво уже начинает все зеленеть крыму погодка уже начала налаживаться уже более-менее тепло становится берегу сейчас еще проходы закрыты на кое-где есть что открыты то есть можно пройти на берегу посидеть кое-где ну не везде тут везде идут от ремонтной работы подготавливают уже сезону чтобы тут было все в порядке но тут и так довольно таки неплохой берег и неплохо плиточка тут лежит так что вот такая вот тут набережная шикарная вот мы еще немного прошли смотрите здесь тоже довольно таки широкая набережная уже виднеются кое-где начинают прорезаться розы их все тут обрезали по берегу то есть будет красота их тут очень много посажено когда будет свести будет очень красиво так друзья здесь параллельно вот тут набережная где плиточка уложена здесь еще идет вот такая вот дорога раньше сюда можно было на машинах заезжать теперь уже нельзя там закрыли поставили столбики чтоб сюда не заезжали сюда наверно можно будет заезжать только у кого здесь ларьки магазинчики такое мероприятие а вот и здесь вход в санаторий пушкина только по карточкам вход санаторным хотя раньше там можно было погулять что-то не пускают наверно вот все зеленая красивая ну тут вообще круглый год все зеленая тут видите высажены такие здоровые кусты олеандра растут вот скоро они зацветут розовым цветом здесь будет все шикарно вот вот и вход на пляж можно зайти и посмотреть вот там дальше тоже входы есть а там были закрыты сейчас мы туда еще пройдемся подальше посмотрим еще что там у нас есть вот друзья уже подготавливают полностью покраски ко всему остальному набережную то есть скоро здесь все будет сезона готова то есть видите зачищает для того чтобы покрасить это все вот друзья потеплело люди уже по выходили на набережную гуляют кто сидит на лавочках отдыхает ну одним словом в крым пришла весна вот такие шикарные виды открываются с этого пляжа так что друзья работа здесь идет по всей набережной сейчас все подшаманят сделают будет вообще четко людей как вы видите немало гуляет вот уже такие кафешки будут сделаны видеть это доски навезли уже она нормально за зиму ничего не развалилась значит сейчас еще немного подделают и будет вообще шикарно здесь будет где отдохнуть пляжи как вы видите везде широкие хорошие что вот друзья здесь вот такой вот пляж из камней видите поближе камни такие довольно таки крупные конечно здесь еще они на работе это разгортать но все равно здесь понамывало хорошо и пляж довольно таки широкий и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, мы уже подошли к этому музею Сейчас будем попадать вовнутрь и посмотрим, что у нас там Так вот, друзья, вот тут, когда заходишь, вот начало осмотра И мы пошли сюда вовнутрь Так, Чехов, конечно, знал, где себе домик сделать Точнее, даже не домик, а дачу Вот в таком интересном месте Тут кустики всякие растут Конечно, тут очень маленькая территория У этого домика Ну, сейчас пойдем к морю сходим, посмотрим, что там Вот по таким ступенечкам Здесь пляжа нет Купаться здесь запрещено Бухта закрывается В полшестого Ну, ладно, нам это не важно Мы успеваем сегодня Сейчас мы вот здесь посмотрим Как и что у нас тут есть Вот тут есть пирсик такой Выложенный Это, видимо, для красивых фотографий Чтобы делать Вот такие вот Здесь огромные каменюки Уже вот даже начинают Вываливаться потихоньку Но все равно здесь Такая бухточка очень красивая Пейзажная Сейчас вот туда пройдемся по дорожке Посмотрим, что у нас там Здесь, видите, такие ступенечки И вот дорожечка пошла дальше Здесь по такому хаосу из камней Они, видимо, с этих скал Когда-то давным-давно сыпались Вот Сейчас аккуратненько пройдем Да, здесь можно Пофотографироваться Очень даже красиво Здесь, видите, камни даже Кто-то как будто поправил Чтобы можно было здесь проходить Вот такая вот здесь красотища, друзья А теперь пошлите Посмотрим Сам домик Чехова Который Мы только что прошли Но мы сейчас туда зайдем Но сначала, конечно же, посмотрели Какое здесь море красивое А потом А вот теперь и пойдем Посмотрим Сам домик, где он тут жил Это как бы он тут не жил Это его дача была Он сюда приезжал Периодически отдыхать Вот, кстати, видите Здесь пляж Такие камушки серенькие А там на набережной Они красные Это их завозили И насыпали И получились Они обмылись И получились как будто морские Красные Так, друзья Домик сам, конечно, маленький Территория этого домика Тоже маленькая Маленький И там газончик То есть, если как посмотреть То здесь есть всякие фотографии Всякая история С самого Чехова С самого вот этого домика Ну, это просто такое место Как бы на любителя Это для тех, кто вот любит там Податься в историю Пойти посмотреть Вот эти все домики поразглядывать Ну, тут домик буквально Из четырех комнат В которые мы заходим Вы заходите Там есть фотографии Но это надо брать Экскурсовода Который может вам рассказать Эту историю Про это место Так, чтобы прямо здесь погулять Как в каком-либо парке Или в каком-либо дворце То здесь такой территории нет Здесь, как вы видели сами Маленький огородик Чуть-чуть проход к морю Туда, к скалам Можно там пофотографироваться Ну, в принципе Это можно везде сделать Пофотографироваться на море На скалах И вот потом Можно прогуляться По вот этим домикам Всего лишь здесь Четыре комнатки Маленькая дачка Во время сезона Здесь, конечно, будет людей много Здесь будут проводиться Какие-то экскурсии Или будут набираться люди Для того, чтобы проводить экскурсии Но место очень мало И территория очень маленькая Я бы, наверное, сказал бы, что Здесь будет просто какая-то толкучка Люди, которые знают это место Но его знают Потому что там с пляжа Висит большой такой стенд На котором написано Дача Чехова То есть они Все, кто там на пляже отдыхает Там не получится Чтобы не увидеть Где эта дача находится Там будет большой плакат С надписью Дача Чехова И по-любому сюда будут люди идти Смотреть Ну, как мне кажется Что без экскурсии Ну, здесь Ну, фотографии Что на них смотреть Если про них никто Ничего не будет рассказывать А если особенно И сам не знаешь Что про них рассказывать То как бы Ну, место такое Обычное получается Так, друзья Здесь, видите Есть такая площадочка Для любителей Послушать экскурсию Тут могут рассказать Ну, это отдельно Платная услуга Так, друзья Здесь уже Один ларочек открытый Видите Тут кофе продают Я себе решил прикупить тоже Сейчас попью и дальше пойду Сейчас еще пойдем Посмотрим Там парк есть один Здесь на набережной Где можно тоже погулять И вот тут уже такая кофейня Уже работает Если даже вы захотите Сейчас приехать И погулять здесь Здесь можно кофе купить И не только я отсюда Смотрите Какие виды На Медведьгору открываются Просто шикарнейшие Вот, друзья От парковочки Чтобы попасть В тот парк Надо идти В эту сторону Получается Сейчас мы туда Пройдемся И посмотрим Что у нас там Интересного Вот здесь уже Кафешку делают И получается Кафешка Это вот граница Того скверика Где можно погулять Еще здесь Сейчас мы Дойдем Здесь вообще Недалеко Метров 200 До входа Но это с набережной Чтобы зайти И здесь еще другой вход Но так проще найти Здесь он довольно-таки Ухоженный И очень тут красиво Вот, друзья И вход В этот скверик Его на ночь Бывало Зимой закрывали Он был тут По расписанию Днем работал А ночью закрытый Ну, здесь такой сквер Именно, чтобы просто Прогуляться Потому что лавочек Здесь нету А на бетоне сидеть Ну, это не вариант Тут пару лавочек Есть в тенечке Но это очень мало Я так скажу Их принесли Их не было Тут Этих лавочек Здесь вот хорошо Видите, какие деревья Здоровенные Шикарные деревья Здесь И здесь можно Просто в теньке Побалдеть Если на море уже Надоело Жарко там сидеть Можно прийти сюда В этот скверик Тут Мусорные Мусорные бачки Конечно же Есть Видите Красота Но этот сквер Он Круглый год Зеленый Потому что здесь Вот эти Круглый год Зеленые растения Вот лавровишня Например Олеандр Тут растет И поэтому Оно здесь Зеленый Округлый год А вот Сейчас уже Весна Уже вообще Стало четко Все Начало Распускаться Потихонечку Цветут Цветочки Все Как полагается Ну уже Я думаю Уже Морозов не будет И поэтому Уже красота Начнет Наконец-таки В Крым Приходить Видите Тут Цветочки Уже Вот такой Вот здесь Еще есть Скверик Спрятанный От всех Так Друзья Но это Еще не Все Тут Еще Есть Один Скверик Который В самом Конце Набережной Куда Мы Сейчас Придем И я Вам Сейчас Покажу Еще Одно Местечко Довольно Такие Интересные Нам Надо Идти Вон В ту Сторону Там Раньше Были Украинские Дачи Закрытые Теперь Их Уже Несколько Лет Как Там Открытая Территория И можно Погулять Дачи Остались Ну И еще Плюс К этому Всему Там Красивый Парк Есть Где Люди Обычно И гуляют Давайте И мы Туда Пройдемся И вы Посмотрите Вот Друзья Мы Уже И Приходим Видите Здесь Раньше Ворота Были Была Закрытая Территория А теперь Уже Открытая И поэтому Мы Сейчас Туда Пройдем И посмотрим Хотя Тут уже Какой-то Забор Поставили В том Году Не было В этом Году Уже Наверное До 1 Мая Закрыто На Реконструкцию Закрыто Тут Ладно Ворота Открыты Идти Можно Пошлите Посмотрим Ну Если Выгонят То Выгонят Нас Это Никогда Не Останавливало Давайте Посмотрим Что У нас Здесь Написано Что Закрыто На Реконструкции Ну Нынче В Крыму Реконструкции Довольно Таки Интересно Проходят Вот И сам Вот этот Парк Вот Набережная Вот там Внизу Получается За забором Которого Раньше Не было В том Году Его Не было Уже В этом Году Его Поставили А вот И Вот Эти Украинские Дачи Которые Мы Сейчас Приближаемся Людей Тут Вообще Что-то Нету Наверя Тут На самом Деле Нельзя Сейчас Сходить Вот Виде Тут То Еще С Прошлого Года По Газонам Не Ходить Штраф Будет И Вот Эти Дачки При России Получилось Что Они Тут Остались Что Чьи Я Не Знаю Они Почему Я Решил Что Они Украинские Потому Что Здесь На Каждый Из Этих Датчик Написано Вот Например Киевский Коттедж Также Здесь Есть Других Рею Регионов По Названиям Вот Эти Коттеджики Стоят Вот Мы Уже Подходим К Следующему Здесь У нас Чебурашка С Геной Вот Этот Днепропетровский И тут Много Таких Вот Они Как Регионные Названия Такие Вот Здесь Раньше Были Маленькие Такие Домики А Вот Там Видите Заброшенный Чей-то Коттеджик Тоже Здесь Были Раньше Маленькие Домики Но Их Уже Разобрали Вот Сейчас Я Покажу Какие Тут Были Домики Раньше Здесь Уже Видите Сделали Типа Площадочки Такой Чтоб Нера Посидеть Или Не знаю Что Это Будет Вот Типа Вот Таких Вагончиков Тут Стояли Вот Видите Еще Один Коттедж Луганский То Это Украинские Которые Они Уже Немало Лет Закрытые Стоя Вот Такие Были Вагончики И там Их Разобрали Тут Везде Понаписывали Проходы Все Запрещено Везде Все Запрещено Везде Все Что Делают Ну Вот Такая Вот Интересная Здесь Площадка Такой Мини Скверик В том Году Здесь Было Очень Много Людей Которые Здесь Любили Посидеть Отдыхать Я Тоже Здесь Любил Посидеть Тут Было Хорошо Но Забора Не Было То Забор Этот Поставлен С Какой Целью Я Ничего Не Знаю Это Мы Все Выясним Летом Приедем Сюда И Посмотрим Что К чему Ну Наверное Уже Я Даже Не знаю Что Предположить Но Обычно Где Забор Там Уже Закроют Проход Или Или Сделают Платный Ну Здесь В принципе Платно Смотреть Нечего Здесь Просто Такая Красота Смотрите Вот Сколько Высажено Роз Видите Все Перекопано Вот Это Все Будет В розах Цвести Будет Очень Красиво Ну Что Друзья Надеюсь Видосик Вам Узнать Куда Мне Ехать В Следующий Раз Подписывайтесь На Канал Вам Большое Спасибо За Просмотр Ну Все Ребятушки До Новых Встреч Новых Видео Всем Пока